МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио-компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Глядите у этого выпуску. Неоткладная допомога. Мобильная группа Гомельского Харвы Конкама провела проверку на аутобазе организации Аховы Здоровья. Служба дни и ночи. Больше, как 25 годов на одном участку працуя майор милиции Михаила Геев. Цацкий по мотивах голливудских блокбастеров. У Гомеля открылась выстава аутарских реалек Сергея Дроздова. А зараза б гэты меньшим больш подробя с нам. Сегодня у Сочи прайшли перамовы Александра Лукашенки и Владимира Путина. На сустрече у Красной Поляне наш президент заявил, что относины Беларуси и России не порушны. Хто б, что не писал и не говорил. С беларускага боку на сустрече присутничау Урадовы и Министерский пул. Это вице-премьеры Игорь Ляшенко, Игорь Петрышенко, Михаил Руссы, министр финансов Максим Ермолович, министр экономики Дмитрий Крутой и посолу России Владимир Сямашка. С российского, первый наместник старшини Урада, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента России Юрий Ушаков, министр экономичного развития Максим Арешкин и посол Михаил Бабич. Вы должны знать, что международные отношения и в контексте этих международных отношений отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что не писал и не говорил. Да и не надо вас в этом убеждать, по крайней мере мы с вами это хорошо знаем. Что касается поддержки нашей экономики, я также вам благодарен, при этом я часто послу нашему российскому, что экономика Беларуси это финишное производство российской экономики. Мы сырье, комплектующее 60-70% по основной машиностроительной продукции нефтепереработки покупаем в России, поэтому это наша общая экономика и поддерживая нас, вы конечно поддерживаете те примерно 35-40 миллионов вместе с семьями людей, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию. Поэтому если кто-то там в России, в Беларуси не понимает это, я думаю поймут. Конечно, всегда вопросы есть и будут, но мы всегда находили развязки этим вопросом. Думаю, не является это и большой проблемой для нас. Беларусско-российские относины находятся на высокем узровне с пункта погляду у всех махчимых накерунков междержавного взаимодействия – политики, экономики, социальной сферы и культуры. Россия з'является основным гандлевым партнером Беларуси. Узаемный товарооборот показывает рост. Объем агульного гандлю по выниках минулого года перевысит 35 миллиардов долларов. Говоря, например, про супрацовничество у сферы поставок харчаванья, керавник державы особенно подкреслив высокую якость вырабленных у Беларуси продуктов и готовность поставлять их в необходимых объемах на российский рынок. Протягиваем выпуск. Супрацовники системы адукации Гомельской области подвяли выники работы у минулым ходе. Основную увагу надали финансовому стану установ Галины и повышению квалификации педагогичных кадров. У коллегии приняли удел наши корреспонденты. Выстава у фойе Гомельского областного дома наученцев и работников установ профессийной адукации, где проходит коллегия, мель за все подобное на спровоздачу об достигнении Галины. Расставленные на стендах экспонаты – приклады новых подыходов до организации научального процесса. Наставник английской мовы 37-й Гомельской школы Виталь Петровский год тому начал выкаристовывать на своих уроках роботов. С их допомогой, каже, больше легко донести информацию до наученцев. А вот с свяжением, что неколи роботы заменят наставника, он категорично не сгодный. Никогда творение Божье машины не заменят. Роботы – это помощники. Это те механические помощники, которые помогают. Но никогда они не заменят интеллектуального человека. Подогольняющие коллегии Головного управления адекватии проходят двойчим после завершения года научального и года календарного. Значная увага подчас этого посаджения финансованию станут Галины. Все лета на эти меты предугледжено больше, как 760 миллионов рублей. Сюда можно додать сроки, отриманные от позабюджетной деятельности. Разом с тем, выники проведенных плановых проверок – свечность. Частка, выдаткованных в минулом годе сроков, была расходована незаконно. И они уже вернуты в бюджет. Актуальность состоится и тема контроля за организацией харшавания. За выявленные порушения до дисциплинарной отказности протягнуты свыше 800 работников системы адукации. Шесть вызволены от займаемых посад. Еще одна сфера повышенной уваги – створение безопасных умов для научания. От реконструкции будинков до установки пожарной сигнализации. Особная размова про повышение якости адукации. У каждой школе необходимо прогнозировать дальнейшее развитие сетки профильных классов, у которых предметы выучаются на поглибленном узровне. В тесной связи с этим вопросом – повышение профессионального узровня педагогичных работников. Более 40 учителей-методистов сегодня работают в системе образования. Это высшая квалификационная категория. Около 70% учителей, которые имеют первую и высшую категорию. И, конечно же, определенный процент молодых специалистов, которые приходят после окончания высших учебных заведений педагогического профиля. Каждый год процент повышения квалификации у нас возрастает. Олег Сенсеров, Ольга Коновалова, Валерга Панько, телерадиокомпания «Гомель». Мобильная группа гомельского гарвы «Канкама» снова вернулася до мониторинга аутотранспортных предприемств. Такая увага тлумачится достаточно значной колькостью несчастных выпадков, которые отбываются в областном центре с уделом транспортных средств. Одним из рейдов принял удел наш корреспондент Олег Сенсеров. Для Гомельской городской автобазы организация «Ховы здоровья» больше подоходит понятие не початок рабочего дня, а пересменка. Машины худкой допомоги працуют по 24 годины. Водитель, який вернулся с рейса, мыю машину и тут же передаю ее своему напарнику. Але таки напруженный график не выключая необходимых сетбайных контролю у першую чергу за физичным станом водителев. У штате предприемства есть уластный медик, что дозволяя проводить огляд работников у любой час. Наявность у криви алкоголю, температура тела, тиск, пульс, падай одинное, что проверить на месте нельга, уживание наркотичных речев. В ближайший час на автобазе планыть набыть необходные для этого тест-полоски. Хоть для бюджетной организации это додатковые и достатково значные расходы. По коль приходится рабить заключение на подставе огляду. Если есть подозрение на наркотики, это уже будет симптоматика у водителя совсем другая. Он будет вести себя неординарно, будут внешние признаки присутствовать, употребление наркотических веществ. Тогда мы отправляем наркологический диспансер. Полученная увага до ситуации на автотранспортных предприемствах города Нивоподковая. У опошней час в областном центре снова регистрируется по величине колька си несчастных выпадков с уделом транспортных сродков к утымнику со смертным заходом. И хоть непосредственно до автобазы организация ковоздоровья гэта дочинения немая, водители широкого городских предприемств и медицинский агряд не проходить и правила дорожного руху порушают. К сожалению, уже два тяжелых случая в этом году случилось на транспортных предприятиях. В конце года тоже были у нас случаи с транспортом связаны. Ну и даже погибших в городе Гомеле в прошлом году три, это значительно большинство, 60% было связано с транспортом. Хоть только субъективными факторами растумачить причины несчастных выпадков Нильга, на той же городской автобазе организация ковоздоровья элементарно не хапает сродков для ремонта уяснительной техники и на бытя новой. А в прошлый раз массовая централизованная закупка машин худкой медицинской допомоги у областных центров проходила по 05 годов тому, все лица с бюджета на этой метре выдасткована 270 тысяч рублев, а ли их опись для набытя только трех сучастных авто. Парк автомобилей скорой помощи изношен на 61%. То есть порядка 30 автомобилей требуют уже 100% износы и должны быть заменены. Автомобили медпомощи изношены на 98,2%. Практически весь парк остались неизношены на 100% порядка трех автомобилей. Почас подведения вынеков мониторингу о проблемах, ликвидации яких потребует значных финансовых затрат, не каже никто. Частку выявленных недохопов на предприятия обещают ликвидовать на протяжении уже этого дня. Урештие отримывать штрафы и позабавляться значной часткой зарплаты не ожидает никто. И, как подогоняющий вывод, при больших отказных относенных у всех работников до своих обовязков, автобаза может стать навод узорной. Олег Сентяров, Владимир Игапанько, телерадокомпания «Гомель». Зараз у Гомельской области пик сезонной захворываемости на вострые респираторные инфекции. Ясно 4 день, максимум 2, и почнется спад. В регионе узровень захворываемости некоторый час тому был высшим за средние по краине. Зараз мы на 5-м месяце после некоторых областей и Минска. На яке респираторные инфекции частей хворают дети и дорослые, и об чем нагадывают медики, доведалась Марина Джалая. Конец студенья, початок лютого – обычный час для подъема захворываемости на вирусной респираторной инфекции. Лечится, что сейчас 6-й день уздыма. 1-й день тому наша область находилась на 3-м месяце по колькости хворых. Сейчас на 5-м. Еще крыху и эпидсезон будет завершен. Пришим непосредственно штаммы гриппу региструются у одинковых выпадках. У основным циркулюют парагрипп и аденовирусы. Темп заболеваемости уже снизился по области. И я думаю, что уже после стабилизации пойдет снижение заболеваемости. Поводов для беспокойства нет. Эпидситуация контролируемая и спокойная. Да, есть сезонность. Мониторинг проводится в учреждении образования в плане отсутствия учащихся и соблюдения правил личной гигиены, потому что острый респиратор инфекции и грипп в том числе придется не только воздушно-капельным путем, но и контактно-бытовым. У той, что зараз пик захворываемости на острые респираторные инфекции грипп, на прикладе этой дитячей поликлиники поверить складано. Пустальные калидоры и только редкие пациенты. На початку тыня было больше шматлюдно, но и без особенных чергов. В Гомельской центральной городской поликлинице обслуговывается около 19 тысяч детей. Зараз, скажут, педиатры частей хворяют на вирусной респираторной инфекции подлетки в возрасте от 14 до 16 годов. Дети, которые от гриппы прищепили, перед сезонных захворываний переносят стойко. А если хворяют, то в легкой форме, без ускладнений. Всягу вакцинации тут охопили прикладно полову детей. Какова ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ? В вашей поликлинике был ли пик заболеваемости? Когда планируется, что будет уже спад? В нашей поликлинике обслуживается более 18 тысяч детей. На данный момент ситуация с подъемом заболеваемости невысокая, в принципе, можно так сказать. В основном это легкие случаи ОРИ банальные. Да, конечно, регистрируются единичные случаи гриппа, и лабораторно они подтверждаются у нас. Но это, как правило, не тяжелые случаи, никаких осложнений у нас нет по детству. То есть, в принципе, все стабильно, спокойно. И все же специалисты не стомляются нагадывать, что при наявности симптомов гриппу альбовирусной инфекции треба обовязково свертаться до врача и выполнять все призначения. Такие хворобы небеспечны ускладнениями, тому самолечением займаться не варто. Будем сподеваться, что худка от всех сезонных вирусных захворываний застанутся одной из помины. Был по ветру, уже весна. А весна – час для хвороб, не подыходящим. Марина Джала, Валерий Гапанько, телеродокомпания «Гомель». Мы протягиваем цикл сюжета у присвеченных ста годзе управления внутренних справ Гомельского облаканкама. У центра уваги – люди, які стоять на варте правопарадку у нашем регионе. Герой наступного материала – майор милиции Михаил Агеев. Больше 25 годов он працует участковым инспектором у Ельском районе. Михаил Агеев пришел працовать у правоохранного органа в 1991 году после службы в пограничных войсках. Приняли молодого бойца на посаду участкового инспектора у Ельский районный отдел внутренних справ. Починать было складано, а не хапала в опыту. З часа Михаила Агеев скончил Академию Министерства внутренних справ. Праца наладилася, и он застався тут надолго. Зараз идет 28 год службы на тем самым участку, за яким инспектора замацывали при приеме на службу. Это является моей родиной. Я там родился, я там живу по настоящее время. Я там уже 28 лет работаю в должности участкового инспектора милиции. Для меня это знать, для меня все. Это смысл всей моей жизни. На участку Михаила Агеева три сельсоветы, у Якиева ходят 12 населенных пунктов. Ахульна протяглась территорией коля 100 километров, и тут проживая больше за 4 тысячи человек. Я людей знаю всех, меня знают все. Мне могут довериться, не могут дать, а доверяют мне все. Понятие «выходны» для отказного офицера не иснуе. Телефон уключен круглые сутки, да его звертаются со скаргами, просьбами, пропановами, а так само с коштовной информацией. По первому звонку, по первому зову, даже когда дома Михаилович нужна помощь, он приедет. Независимо от того, это что-то с ребенком где-то, где-то в какой-то семье проблема, где-то еще что-то возникло. Он всегда откликается. Об доверии населенства до участкового свечить и той факт, что Михаила Агеева четвертый раз обирают депутатом Местового совета. Разом с Тым, он на громадских початках заявляется наместником старшини Каджишчанского сельсовета. Когда идет участковый впереди, как-то все сразу смиренно делаются, потому что видно большой опыт и статус человека, который знает, что пришел на участок, пришел в дом участковый. А мы, конечно, за ним идем, и мы уверенно чувствуем, что там никто не будет орать, никто не будет обращаться нецензурными словами. И все решается как-то более спокойно, потому что участковый – это участковый. Солидный стаж уже дозволяя инспектору Агеева выйти на пенсию, а Леон каже, что никольки не стомился от працы, готовый и далее приносить корысть громадству и садшись за парадкам у своим родным край. На сегодняшний день он остается для меня человеком на своем месте. Евхения Кухаронак, телерадио «Компания Гомель». Завтра, 14 лютого, свет будет начать самое романтичное свято. День святого Валентина. Люди признаются один одному – каханни, дарать подарунки и валентинки. А кто-то в уголе идет на серьезный крок и выращает ожениться. Отделы ЗАГС областного центра завтра плануют провести 35 регистраций шлюбу. Гэта прикладна у двоя большему любый инший зимовый день. А у тех, кто еще не одважился стать законными мужами жонкой або не сустрел каханни, свои планы на гэтае свято. Я подарю некоторым валентинке, куплю шоколадку себе и все. Я планирую подарить одногруппнице валентинке и своему парню. Завтра, 11 в Валентинке будете отмечать? Нет. Нет. Нет с кем. Будете завтра отмечать 11 в Валентинке? Да. Рассказывается как? На экзамене. Экзамен завтра какой? Природопользование. Так, а потом отмечать как-то? А потом домой поедем. Что готовится? А значит подарок это секрет. Секрет? Да. Но пойдем в кино, это точно. На Алиту. Установы культуры так само рыхтуют сюрпризы для хамельчан. Например, у ладальники имена у Валентин и Валентина завтра смогут наведать музей Палацы Румянцевых и Паскевича бесплатно. А кроме того, тут обвестили конкурс для закаханных. Для уделу треба разместить свою историю кахання об узнаемства у группе музея у социальных сетках с хэштэгом «Всё в шоколаде». После голосования переможцы отримают сертификат на проведение фотосессии у Палацы. Те, кто селета подав заяву в ЗАГС, теперши году шлюбе могут бесплатно наведать картинную галерею Гаврила Вашчанки. Так само там можно набыть для своей половинки оригинальный подарунок – скрыночку с живыми мотыльками. Областный драматичный театр пропонует закаханным провести на спектакли 15 и 16 лютого у двоих по одним квитку. Глядачам представить комедии, мужчинам у ваход заборонены и женихи. 14 лютого у драмтеатры пройдет святочный концерт гомельских городских оркестров. Белорусский Республиканский Союз молоди завтра организует святочную акцию у кинотеатры «Имя Калинина». Пока за день не студентский ЗАГС и фотовыстава «Кахання у нашем городе» завершатся премьерой фильма «Алита. Боевый анел». А в 2021 гомельчане традиционно примуть удел у флешмобе «Запальваем сердце разом», який пройдет на пляцу цыкаля Палацы культуры фестивальны. Фантастичные и как живые. У картинной галереи Гаурила Вашенки открылась выстава аутерских лялек Сергея Дроздова. Мастакса Жлобина пропонует гомельчанам окунуться в казочный свет и вспомнить детинство. Выставу наведала наш корреспондент Вероника Хамзюкова. До своих лялек Сергей Дроздов ставится, как до детей. Уже некольких годов Мастак створает рыцарев, пиратов и фантастичных истот. У его героев есть лез, характер и навод карьера. Тут средневековые персонажи, но не средневековья, а фантазии самого автора. Автор, как мне поделился впечатлением, что он берет идею, но не копирует. Он создает свой мир, и эти герои действительно живут каждый миром. Каждый стенд – это как один отдельный мир. Цасочные машины этого мастера сдольные ездить, а пистолеты стрелять. При створении лялек Мастак выкористовывая полимерную глину для тела, металличные пластины для вопротки и аксессуаров. Для маленьких воинов специально выковывается холодная сброя. Есть миниатюры, сейчас я уже такие не делаю. Там представлен такой алхимик. Там у него стенка из кирпича, то есть там сделаны маленькие кирпичики в размер, около 18 сантиметров. Обожжены в печи, на раствор сложено, все. То есть это такая игра, и я всегда говорю, что я эгоист как художник. То есть я играю. Ну, наверное, это и классно. Сергей Дроздов по профессии архитектор. Ляльки – его хобби. Мастатство их створения спостегал с допомогой интернету. Спочатку робил аппараты на механичных ногах у стиле стимпанк. Одной, что выросил робить цацки больше живыми. Усе экземпляры он заховывал дома, але семья и сябры уговорили показать их свету. Работы Сергея, они очень необычные, неординарные. Это человек с большой фантазией. И судя по тому, что и как он делает своими руками, то мое восхищение. Потому что не каждый человек сможет это вот сделать. А вот эта фантазия, которая у него, это вообще просто что-то запредельное. Все работы очень интересные, особенно вот эти вот проработанные детали, мелкие и вообще, и образы. Меня все восхищает. Буквально каждая работа заставляет как-то вот остановиться возле нее и смотреть, и смотреть, и смотреть. Цацки Сергея Дроздова бачили же и хоры Беларуси, России, Германии и Эстонии. Ляльки знаходятся у приватных коллекциях по всем свете. Натхняй Майстра – кинематограф. Например, особная коллекция присвечена фильму «Варьяцкий Макс». Зараз Майстр працует над цацками, присвеченными стушцей «Дикий заход», «Густ пороху». Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Это и так само и другие новины вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Приехали тушить пожара в квартире «Граната». Накануне в Гомеле сотрудники экстренных служб эвакуировали людей из многоэтажки на улице Сосновой. На месте вызова спасатели выяснили, что возгорание произошло в квартире на втором этаже. В ней находился пенсионер, а его сына успели вытащить из огня соседей еще до приезда экстренных служб. Предположительно, неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной пожара в квартире, произошедшего накануне вечером в областном центре, в результате которого два человека были спасены, один из которых работниками МЧС, 26 человек эвакуировано, в том числе трое детей. Именно поэтому призываем граждан внимательно относиться к безопасности, ведь от этого может зависеть не только их собственная жизнь, но и жизнь окружающих. Эвакуация жильцов понадобилась из-за гранаты, которую обнаружили спасатели в тумбочке, когда проливали водой мебель. За находкой приехала саперно-пиротехническая группа войсковой части 55-25. Прибывшие на вызов военнослужащие внутренних войск установили, что обнаруженный предмет является учебной гранатой F1 с учебным запалом, а впоследствии она была изъята для проведения экспертизы. Сейчас специалисты проводят проверку и устанавливают, откуда у мужчин появился учебный экземпляр ручной гранаты. Светлогорская милиция рассматривает факты хищения денег в социальных сетях. Несколько человек лишились своих кровных из-за доверия к фейковой рассылке сообщений. Схема кажется стара как мир. Учетная запись страницы пользователя взламывается, а затем с аккаунта рассылаются месседжи, в которых мошенники от имени законопослушного человека просят его друзей срочно выслать данные или фотографии своих банковских карт, чтобы можно было на них перевести деньги. Просьба объясняется тем, что свою карточку их знакомый якобы случайно потерял и при помощи перевода хочет сохранить свои средства. Но как только жулики получают данные, с карты доверчивых друзей мгновенно списываются все деньги. Милиция просит граждан проявлять бдительность. Рекомендуем обезопасить свой профиль в социальных сетях, изучить настройки безопасности и воспользоваться услугой привязки страниц или аккаунта к номеру телефона. Не реагируйте на рассылки друзей из социальных сетей, не фотографируйте и не передавайте другим лицам свои паспортные данные, номера карт и номера телефонов. Накануне сводка ДТП пополнилась новыми авариями. В Гомельском районе неуправляемый Митсубиши Лансер спровоцировал столкновение на встречке. Авария произошла на автодороге R-150 Гомель-Хутор. Митсубиши потерял управление, ударился об ограждение, столкнулся с фордом и вылетел в кювет. В результате аварии пострадали 21-летняя девушка и водитель Лансера. Их доставили в реанимацию. А в Житковичском районе в хирургическое отделение попали водители пассажир автомобиля ВАЗ. В легковушку врезалась фура, когда 99-я выполняла разворот. Таков обзор происшествий за сегодня. Следите за ними вместе с программой «Де Факто». До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Следующий соперник женской команды гонбольного клуба «Гомель» в кубке вызова ЕГФ «Испанская Ракаса». Жеребьевка четвертьфинальной стадии турнира прошла в офисе Европейской гонбольной федерации в Вене. Еврокубковые пути белорусской и испанской дружин уже пересекались. Двухматчевое противостояние в третьем раунде квалификации кубка ЕГФ сезона 2013-2014 годов завершилось в пользу Ракасы. В Испании хозяйки одержали уверенную победу со счетом 30-20. Ответный поединок прошел в Гомеле и завершился в ничью 26-26. Во внутренних чемпионатах Гомель и Ракасы находятся в одинаковой ситуации. Обе дружины располагаются на второй строке, уступая лидерам только по дополнительным показателям. Первый поединок четвертьфинала Кубка вызова ЕГФ пройдет 2 или 3 марта в Испании. Ответный 9 или 10 марта в Гомеле. Оставшиеся четвертьфинальные пары составили сербский Ниши, шведский Кристианстад, испанская Малага и голландский Квинтус, а также польский Щетин и шведский Боден. В экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею сыграны очередные поединки. Гомель, уступая 0-1 в домашнем матче против Динамо Молодечно, добился победы. Викторию Рысям принесли точные броски Ильи Жуковского, Максима Моголецкого и Александра Семочкина. 3-1. Жлобинский «Металлург» в минувший игровой день обзавелся только одним баллом. Столевары на домашнем льду в овертайме уступили молодежке Ю-20. В основное время команды отличились по разуму. За молодежку забросил Котеловский. Феклистов счет сравнял. Победу гостям на финише первой минуты овертайма принес Соловьев. Завтра «Металлург» ждет в гости Динамо. Гомель принимает у себя молодежку. В Гомеле сегодня стартовало первенство Беларуси среди юниоров по спортивной акробатике. Участие в состязаниях принимает более 120 атлетов со всей страны. Первенство страны дает старт отбору на чемпионат Европы, который в октябре пройдет в Израиле. Так что в Гомеле собрались сильнейшие юниоры страны. В их числе и гомельчане, мастера спорта международного класса, серебряные призеры чемпионата мира. Максим Маркевич и Олег Михалевич, а также бронзовые призеры юношеских Олимпийских игр 2018 года. Илья Фоменков и Виктория Охотникова. В целом же Гомельская из дюшер номер 4 надеется на многочисленное представительство на континентальном первенстве. Это будет как один из основных стартов отбора. А еще мы имеем несколько международных соревнований. Соревнования республиканская звезды белорусской акробатики. Тоже они будут рейтингами для отбора к чемпионату Европы. Из нашей школы, да, планируется около пяти составов. Из них призеры прошлых чемпионатов Европы, мира, взрослые юниоры. У Олега Михалевича и Максима Маркевича план на сезон уже расписан. После первенства Белоруссии подготовка к этапу Кубка мира, а после уже чемпионат Европы. Кстати, для этого старта спортсмены готовят новую программу. Пока главные планы съездить в апреле в Бельгию на этап Кубка мира. Ну а потом готовиться все лето к чемпионату Европы. На Европу мы будем готовить сложную программу. И постараемся к ней хорошо подготовиться, чтобы хорошо выступить. Состязания сильнейших юных акробатов Беларуси завершатся завтра. Сборная Гомельской области выиграла командный зачет чемпионата и первенства Беларуси по многоборьям. Состязания проходили в Гомельском дворце легкой атлетики. Лучшей спортсменкой турнира признана гомельчанка Диана Рабкова. Она стала чемпионкой страны в пятиборье среди женщин. Первенство страны среди юниоров выиграл еще один представитель нашей команды Ким Коваленко. Бронзовая награда в этой же категории у Егора Бакланова. Еще одну медаль в копилку Гомельской области принес Эдуард Михан. В состязаниях мужчин в Семиборье он показал второй результат. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.